Путь славе А после переезда сумел покорить и американских зрителей Савелий Викторович Краморов был москвичом Он появился на свет в октябре 1934 года в одном из столичных роддомов Семья на тот момент считалась благополучной Папа талантливый адвокат Мама занималась домашним хозяйством Но все рухнуло в один момент Когда Савелию исполнилось 4 года, отца арестовали Он был осужден на 8 лет по обвинению в агитации против советского строя И отправлен на лесоповал в один из северных лагерей Выживать в семье без единственного кормильца было тяжело Устроиться на работу мама не могла до тех пор Пока не развелась с осужденным мужем В 16 лет Савелий остался полным сиротой Умерла мама Парня еще ученика школы взял на попечение родной дядя Краморов был сложным подростком Учиться не хотел Сбегал с уроков Дрался Единственным местом, где мальчик чувствовал себя счастливым Был кинотеатр После окончания школы Савелию попробовал поступить в один из столичных театральных институтов Но провалил экзамены Пришлось отнести документы в лесотехнический вуз Но уже на втором курсе молодой человек сумел поступить в театральную студию При Центральном доме работников искусства По окончании лесотехнического института В 1958 году Краморову пришлось работать по специальности Но вскоре он бросил работу Которую никогда не лежала душа Савелий рано понял, что действовать надо более решительно Он разослал свои фото во все студии страны К счастью, на одной из писем начинающий артист дождался ответа И вскоре дебютировал в картине «Им было 19» Это была небольшая роль Но с нее началась актерская биография знаменитости А заметили исполнителя после ленты «Ребята с нашего двора» Которую он появился в образе Васьки Ржавого Актеру сразу же предложили похожую роль хулигана Пименова В картине «Друг мой Колька» Вот тогда Краморов и получил долгожданное признание Более того, впоследствии эту ленту Савелий Называл одной из лучших и любимых творческой карьеры Ошеломляющий успех Обрушился на артиста После выхода «Неуловимым мстителем» Хотя там появился мельком Зато фраза про мертвых скосами вдоль дороги Мгновенно превратилась в крылатую В 1967 исполнитель получил приглашение в театр миниатюр Он с удовольствием его принял и играл на сцене Но кино, а не театральные подмостки Превратило Краморова в легенду В 70-х он был наиболее популярным артистом в СССР Уже будучи звездой экранов Савелий Краморов поступил в ГИДИС и получил актерское образование Удивительно, но при сумасшедшей славе у исполнителя, окончившего вуз, не получалось устроиться на работу ни в один театр Да и душа к сцене у него не лежала Краморова по праву считали королем эпизодов Ведь главные роли он играл крайне редко Большинство персонажей очаровали глупостью, нелепостью, простотой Часто ему предлагали играть хулиганов и маргинальных личностей Хотя в жизни актер не был похож на своих героев Он слыл интеллигентом и всегда был одет с иголочки Самой масштабной работой актера считается роль вора-рецидивиста Федя Ермакова Из культового фильма «Джентльмены удачи» Комедия была тепло принята зрителям А фразы Касова и исполнения Краморова стали крылатыми Примечательно, что многие из них он придумал сам После премьеры картины предложения сниматься сыпались на артиста, как из рога изобилия Он снялся в обеих постановках «Двенадцати стульев» У Леонида Гайдая Краморов был одноглазым председателем шахматного клуба в Истюках У Марка Захарова слесарем-интеллигентом Пылесосовым 1974 год принес Краморову звание заслуженного артиста РСФСР Тогда же пришли съемки его театрального бенефиса Отвечая журналистам на вопросы дальнейших планов Исполнитель с юмором ответил «Буду копить на народного» Этому не суждено было сбыться С годами Краморов начал больше задуматься о жизни Философских вопросов бытия и вере Он вел сомнительный для того времени образ жизни Артист увлекался йогой, сыроедением и милитарианством Регулярно посещал синагогу и даже отказывался сниматься в субботу На его косо посматривали, а когда родной дядя решил переехать в Израиль Репутация в глазах советских властей была окончательно испорчена Предложения новых ролей начали поступать все реже и вскоре иссякли Краморов это понял как молчаливый намек о своем нежелательном присутствии в стране Тогда актер решился подать документ на выезд, утверждая, что желает присоединиться к дяде Но ему отказали По правилам того времени в случае миграции нужно было изъять из оборота все картины, где появлялся Савелий Краморов А их было более сорока и большинство популярные Осенью 1981 года Краморов вместе с Александром Левенбуком написал письмо президенту США Рональду Регину Где пожаловался на судьбу Послание прочитали по голосу Америки В России случился международный скандал После этого держать артиста не стали В октябре он отправился в Америку В США Савелий Краморов выбрал местом жительства Лос-Анджелес Где поселился у Ильи Баскина, актером вместе с которым играл в Большой перемене Позже артист арендовал квартиру неподалеку Спустя некоторое время Краморов вместе с Баскиным снялся в драматическом фильме «Москва на Годзоне» Савелий появился в образе сотрудника КГБ Бориса В финале этой картины герой знаменитости попал в кадр вместе с Лотком полным хот-догов Так на родине возник слух, что он в США торгует сосисками В эмиграции исполнитель не страдал от отсутствия работы Его фильмография регулярно пополнялась, хотя главной роли не было Он появился в кадре вместе с голливудскими звездами Среди которых Робин Уильмс, Орен Битти На съемочной площадке боевика «Красная жара» Артисту составил компания Арнольд Шварценеггер На родине Краморов был редко В 1992-м он был приглашен как почетный гость на кинофестиваль «Кентавр» Позднее снялся сразу в двух фильмах «Настя» и «В русском бизнесе» Которые не были популярны Последний раз Савелий Краморов наведывался в России за год до смерти Во время учебы в ГИТИСе Краморов влюбился в однокурсницу Людмилу Вскоре они поженились, но этот союз оказался кратковременным После этого у артиста был роман с архитектором по имени Мария Но они так и не оформили отношения На закате жизни Савелий Виктор с нежностью вспоминал о бывшей избраннице Считал себя виноватой перед ней Во второй раз актер официально женился уже в США Супруга родила знаменитость и единственную дочь, которую он назвал Бенедиктой в честь матери Но вскоре последовал развод После чего артист увидел наследницу не так часто, как ему хотелось Последней любовью исполнителя стала Наталья Серидзе, которая была младше на 21 год Она была рядом с артистом, когда он боролся с тяжелой болезнью Больше всего на свете Савелий Викторович боялся заболеть раком, от которого умерла мама Отсюда такая рьяная приверженность к здоровому образу жизни Актер ежедневно занимался спортом, придерживался диет, проводил чистки организма Но по злой иронии судьбы в итоге у него обнаружили опухоль Савель выполнял все поручения врачей Его карьера тем временем шла в гору, без проб утвердили в крупный проект Но на съемочную площадку Крамеров так и не попал Он умер в начале июня 1995 года в больнице Сан-Франциско Причиной смерти стал инсульт, случившийся на фоне тромбоза Знаменитость похоронили в городе Колма Через некоторое время на могиле появился памятник авторства скульптора Михаила Шемякина и Вячеслава Бухаева Но самым большим памятником стали его фильмы, которые смотрят благодарные россияне Субтитры создавал DimaTorzok